Я экономист, я хороший экономист, я хороший политик. Я знала, что все равно коммунисты этот референдум проведут. Я просила, есть это по телевидению, я просила, чтобы провели этот референдум, но первым вопросом федерализация, а вторым в составе какого государства федерализация. Я говорила по телевидению, что у нас только 5% хотят в Россию. Это коммунисты, которые, ну не эти старички, а вот эти вот, которые, знаете, там, которые проплаченные коммунисты. Там Пшенкины, там Януховичи, вот эти вот, Клименки, Захарченко, вот эти вот коммунисты, которые ими были проплачены. А 95% хотят в Украине. И меня поддерживал и Левченко, мне поддерживал Тарута, меня поддерживали. Они говорили, да, нам надо провести. Но, тем не менее, и кто не поставил этот второй вопрос? А если бы они сделали с Украины, с Киева, как я говорила, проведите референдум с Киева, поставьте два вопроса, и все. И война закончится, потому что никто не хочет ни Приднестровья, ни Малороссии, ни ДНР, ни ХНР. Ничего не хотят. Хотят только единую Украину. Но, чтобы нам хоть какую-то денежку давали. Нам, регионы. Федерализация, это не значит, что мы хотим быть как автономная республика Крым. Федерализация, это финансовое раскрепощение, финансовое вливание. Вот это что. У нас сегодня кто как хочет, тот так и делает. А я это говорила. Что такое федерализация? Зачем этот референдум? Я вообще говорила всегда, что не надо бояться референдума. Вы их надо проводить тысячу. Хотим мы сегодня в ЕС, проведите референдум. А просели? Не надо денег таких тратить, как вы тратите. Бесплатно. Мы каждый напечатает у себя в исполкоме эти бюллетени, продумаем, соберем общее мнение и скажем, да, хотим есть, хотим НАТО. Давайте в НАТО проголосуем. Куда мы хотим? Да можно, давайте проголосуем туда. И мы увидим, куда люди хотят. Я никогда не была против того, чтобы спрашивать людей. Я об этом говорила год назад, два года назад. Я говорила, что не надо бояться этих референдумов. Не надо бояться опроса жителей. Их не надо бояться. Зачем их бояться? А их боятся, потому что то, что сегодня кто-то получил деньги в тот или иной союз, скажите мне, пожалуйста, сняли Януковича, потому что он отказался в Евросоюз подписывать. Кто мне скажет? Я просто в тюрьме до сих пор не знаю. В плену было три месяца. Подписано уже СИЕС договор? Почему он не подписан? Год уже скоро будет, через два месяца. Где? Почему они подписали до сих пор СИЕС договоренности? Почему нет? Почему нет? Почему те, кто взяли сегодня власть в свои руки, был 8 гривен в доллар, была стабильность, не было войны. Сегодня война. Сегодня доллар 14. Скажите мне, пожалуйста, кто в 16? Кто взял на это сегодня свои обязательства? Кто взял? Кто взял? Пусть сегодня отвечают. Не я должна здесь сегодня сидеть. А те, которые сейчас за все призапевают. Э rue nữa. Спокойно. Все.